Григорий Макарон И который лечит людей словом, лечит людей биоинформационным импульсом, который исходит от его познаний и помогает людям лучше ощущать всю реальность бытия, в которой они пребывают. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие радиослушатели. Я скажу дорогие, потому что вы нам дороги, иначе бы мы не встречались. Что у нас сегодня? Что нам приготовили сегодня? Какие вопросы, Володя? Итак, да, мы действительно получили кучу звонков, и я сейчас вам зачитаю некоторые из тех вопросов, которые, собственно говоря, после наших многих передач люди задавали. Итак, есть у нас звонок от Татьяны Александровны из Риги по поводу причин болезни. Значит, вопрос звучит так. Расскажите про психосоматику и связь болезни с нашим поведением. Хочу научить себя понимать истинную причину болезни. То есть, Татьяна интересует истинная причина болезни, из-за чего вот приходят болезни в тело. Спасибо. Я тогда буду обращаться с вашего позволения, все-таки Татьяна Александровна, потому что у нас здесь в Америке нет отчества, а в России они еще есть, мы не знаем вашего возраста, поэтому позвольте мне обращаться к вам, Татьяна Александровна. Во-первых, спасибо за мудрый вопрос, потому что понять связь болезни с нашим поведением, это очень важно, это удел, в принципе, всех людей, это то, чему нас должны были учить с детства. К сожалению, эта связь у нас утеряна, как у нас утеряна связь с нашим бывшим. Вот почему сейчас столько болезней, и несмотря на то, что медицина развивается, наука развивается, а количество болезней увеличивается. Вместо того, чтобы это сокращалось, количество болезней увеличивается. Это означает, что мы все чего-то делаем не так. Так вот, ваш вопрос, почему я с этого начинаю, ваш вопрос именно показывает пальцем на то, чего мы не так делаем. Это вот эта святая зависимость человека, его поведение от того, какую болезнь он себе, грубо говоря, заработал. Дело в том, что современная медицина, к сожалению, не решает вопрос и не показывает, какими причинами, какая причина предшествует той или иной болезни, именно психосоматическая. Что такое психосоматическое? Психо — это от греческого слова «душа», соматика говорит о нашем теле. Это связь тела и души. А современная медицина слово «душа», слово «энергетика» вообще не использует. Поэтому мы оказались в ситуации, когда мы не знаем причины своей болезни. Это раз. Но что самое страшное, это то, что люди не берут на себя ответственность за свои болезни, ибо не знают своей причины. Я держу в руках, и те, которые будут видеть нас, они увидят замечательную книжечку. Это книжечка Луизы Хэй, знаменитая Луизы Хэй, которая переведена на русский язык, называется «Исцели свое тело». В этой книжке и в других своих книжках Луиза Хэй рассказывает о психосоматических духовных причинах многих заболеваний. И смысл заключается в том, что я в двух словах расскажу очень быстро. У каждого из нас есть тело физическое, но у нас есть другие невидимые тела. Психическое тело, энергетическое тело, казуальное тело, эмоциональное тело, эфирное тело и так далее. Дело в том, что наша современная медицина этого не изучает и не знает. И проблемы появляются у нас вначале не на нашем физическом уровне. Они появляются на тонком уровне, на уровне, скажем, нарушенной эмоции. Скажем, если человек получил очень большую травму, у него может из-за этой травмы развиться очень серьезное заболевание. Или если человек, скажем, переживает... Вот смотрите, я открываю книжку эту на странице и на букву Ж. Вот желудок. Смотрите, желудок у нас отвечает за переваривание пищи, за расщепление пищи. И если у человека есть проблемы в том, как он переваривает жизнь, если он эмоционально не сбалансирован, если у него есть травмы, какие-то другие проблемы эмоциональные, и он не может спокойно относиться к тем событиям, которые происходят. Грубо говоря, он не переваривает пищу, то у него будут проблемы с желудком, могут быть проблемы. У него может быть воспаление желудка, гастрит. Если у него есть большие раны, у него могут быть язвы желудка. Вот здесь есть три колонки. Это первая, это колонка, которая называет состояние или болезнь. Вторая колонка, которая объясняет, что происходит с человеком. И вторая, что ему надо поменять. Вот на слове желудок пишет, вместилище пищи. Отвечает также за усвоение мыслей. Усвоение мыслей. Так вот, если у человека есть нарушение, он не может принимать свои мысли, он не может принимать события жизни. У него будут проблемы. И какая должна быть у него коррекция? Вот коррекция, мантра его. Я легко усваиваю жизнь. То есть если человек начнет учиться, ну это легко сказать, ему по всей видимости нужна будет профессиональная помощь. Но если он научится легко относиться к жизни, он легко сможет решать эти проблемы. Предположим, артрит. Вот написано, это чувство, что тебя не любят. Критика или обида. Это причина артрита. Какое решение? Я есть любовь. Теперь я буду любить себя и одобрять свои поступки. Я люблю смотреть на других людей и одобрять других людей. Видите, какая связь между артритом, любовью, принятием себя, желудком. Вот смотрите, астма. Я открыл слово астма. Неспособность дышать для собственного блага. Чувство подавленности. Сдержанное рыдание. Сдержанное рыдание. Какое должно быть новое чувство. Как надо заменить старое чувство на новое. Это новый подход к астме. Вот. Теперь мне можно спокойно брать свою жизнь в собственные руки. Я выбираю свободу. Так. Твой астматик, который ходит с этим аппаратиком, дышит, который задыхается, это человек, который на самом деле не может спокойно дышать. Потому что у него есть чувство подавленности. Он сдерживает свое рыдание. Он раненый человек. Такому человеку нужна помощь. И вот точно так же, если мы проанализируем, вы поймете зависимость любой болезни. Зайдите на интернет, напишите название болезни и психосоматическая причина. И вы найдете ответ. Ну, вот в двух словах. Ну да. Спасибо, Григорий. Субтитры создавал DimaTorzok